Интересно, как можно использовать такой предмет домашнего обихода, как тазик? Ну, первое, что приходит в голову, в нем можно стирать. В нем даже можно варить варенье. Но с некоторых пор в этой квартире основное его предназначение – это сбор воды, которая течет с потолка. Во время дождя или периодически случающихся оттепелей эту квартиру в буквальном смысле заливают ручьями. Обои уже давно отклеились, краска отошла, стены разъедает плесень. Оконные рамы рассохлись, техника пришла в негодность. Была оттепель, лилось повсюду, капало вообще невозможно с 12 часов дня и вплоть всю ночь до утра. Полы начали сдуваться потихонечку. Ну и все. Пошла о 8 часов вечера, пошла кухня, литься. Владимир Чернышев – ветеран афганской войны. Три года он провел под Кандагаром. Жара под 50 градусов, гибель товарищей, постоянные обстрелы муджахедов. Раскидывали по точкам. И они на одной точке, другие на другой точке. Кого-то там ранило. Ну вот Татарина убила. Валерка был ранен. Тогда он справился, а теперь на родине не может совладать с произволом строительных организаций. В этой же квартире проживает мать нашего героя, Полина Ивановна, ветеран труда, вдова, участника Великой Отечественной войны. Она бы рада помочь сыну. Но из-за почти полной слепоты не может ни собирать воду, ни писать жалобы. Ничего не могу. И полухая. Вот. Сижу, не знаю, как мне дожить теперь. 50 лет не было никакой копили. Не знаю. 50 лет. Начались их злоключения с радостного, как тогда казалось, события. С капитального ремонта крыши. Его ждали давно, ведь дому почти 50 лет. В первых числах августа этого года начались кровельные работы. Строители частично завезли материалы, стали разбирать крышу. И все. Вот он, результат капитального ремонта крыши, проведенного в этом доме. Старую крышу сняли. Вместо нее натянули вот такую вот пленку. Если ее убрать, здесь вообще будет пентхаус. Только без бассейна и шезлонгов. А вот бассейн как раз при каждом выпадении осадков оказывается внизу. Там, где живет наш герой, ветеран афганской войны со своей слепой матерью. В ситуацию вмешалась Галина Дмитриевна, старшая по дому. Она не смогла оставить Чернышевых в беде и обратилась в нашу телекомпанию за помощью. Вот семья, участник войны и слепая мать. Куда они могут поехать и чего они могут добиться? Я постоянно говорила, когда звонила и разговаривала с этими товарищами. Говорила, ну помогите людям, протекает, ну сделайте хотя бы что-нибудь. Ноль. Согласно постановлению правительства Московской области от 2015 года, жители региона ежемесячно перечисляют денежные средства в фонд капитального ремонта Московской области. За тем, как этот ремонт осуществляется, должно наблюдать специально созданное для этих целей управление технического надзора капитального ремонта. Мы связались с Евгением Куликовым, экспертом технического контроля. Тот субподрядчик, который выполнял там работы, и который не качественно, ну не качественно, не то, что не качественно, а вот приостановил работу, вот с ним, насколько я знаю, договор расторгнут. Теперь там будет другая бригада, более хорошая, и будут они выполнять эту работу. Они сейчас заканчивают один объект, и после него переходят сразу в пункт. И с какого числа они начнут? С какого числа я не могу сказать точно. После нашего звонка в управление технического надзора мы получили письменный ответ от организации. Подрядной организацией ООО ВПК «Строй» даны разъяснения и рекомендации о необходимости повышения качества выполнения капитального ремонта, а также о недопущении срыва графика проведения капитального ремонта. Согласитесь, ответ достаточно странный. О каком недопущении может идти речь, если график работ был сорван еще в конце лета? Люди живут без крыши уже три месяца, и капитальный ремонт требуется уже не только кровли, но и квартире. А кто его оплатит? За разъяснениями мы вновь обратились в управление технадзора. Так, давайте я вас переведу на инженера технадзора, потому что я всего лишь переходное звено. Я вас переведу. Вы позвоните Гербу? Какому Гербу? Сергей Герб, он вам вчера звонил, вы с ним разговаривали, либо Евгению. В общем, иди туда не знаю куда, а тем временем квартира Чернышевых все больше приходит в негодность. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ